Интегрити Тойз Кинематография. Мне нравятся с ней как старые, так и новые фильмы. И абсолютно во всех ролях, как хороших, так и плохих, она мне тоже очень нравится. На ежегодной выставке в Орландо Айдекс всегда происходят какие-то интересные новинки. В 2010 году были представлены куколки невесты графа Дракулы. Их было три. Мина, Люси и Контесса. Как вы знаете, это три интересных персонажа, которые продали свою душу для того, чтобы быть невестами Дракулы и жить вечно. Об этом, кстати, написано и на задней части коробочки. Но потом в 2011 году вышла сразу следующая линейка этой же серии. Также Люси, Мина и Контесса, но и сам граф Дракула. Мину мне больше всего нравится именно с первого выпуска, а Контесса и Люси со второго. Буду ли я покупать графа Дракулу? Скорее всего, что нет, потому что не привлек он моего того внимания, как эти девчонки. Вообще, готический стиль как в одежде, так и в куклах мне очень нравится и всегда нравился. Поэтому эта куколка, наверное, будет одна из особенных в моей коллекции. Integrity Toys получили дистрибьюцию этой коллекции компании The Ashton Dark Galeries. Так, в принципе, здесь и написано. И также Presents Couture Fantasy. То есть, это серия особенно как в стиле моды, так и кукольников. Также этой серии каждой куколки всего лишь 200 штук в мире. Каждой. Немножечко расскажу про эту замечательную, приятную на ощупь коробочку. Она выполнена из черного плотного картона, матового, такого черного цвета, но везде на нем есть наклейки. То есть, то, что вам может показаться надписью, это все наклейки. Они блестящие и тоже их приятно вот так вот прощупывать. Передняя часть коробки витринная, выполнена из пластика. Все остальное из картонов. Вверху в виде немножко такого узора. И ниже надпись The Brides of Dracula. Также здесь пятна крови. Какое-то интересное украшение. И надпись The Ashton Dark Galeries Presents Couture Fantasy by Integrity Toys. Также здесь есть небольшая надпись, что маленьким детям до 3 лет нельзя. А справа в нижнем углу сразу написано, что для коллекционеров старше 15 лет. То есть, вы понимаете, это не игровая кукла, а коллекционная. Вверху также идет надпись, та же, что и здесь. The Ashton Dark Galeries Presents Couture Fantasy by Integrity Toys. И с обратной стороны, как я уже говорила, идет описание легенды, которую мы все знаем про невест Дракулы. Ниже, опять же, это же надпись The Ashton Dark Galeries. И еще ниже то, что я вам уже рассказала, что это коллекция фэшн-кукол представлена The Ashton Dark Galeries и Couture Fantasy. А теперь самое интересное. Как же открывается эта куколка? Она открывается в виде такой вот книжечки. То есть, эту куклу можно не доставать с самой коробки и просто любоваться ей. Но, как вы знаете, я всех своих кукол всегда достаю с коробки, потому что это что-то особенное для меня. И каждая куколка оживает после того, как ее я достаю из коробки. Вот так открывается. И внутри идет серая часть с красивым рисунком. Здесь прикреплены подставка, кольцо. Внутри также идет подставка и сама куколка. Но прежде чем я достану саму куколку, открою вам еще один секрет. Вынимается вот эта часть коробочки, где здесь все прикреплено. И внутри есть сертификат, что это настоящая кукла. Все сертификаты, конечно же, и как и коробки я сохраняю. Если от монстряшек я сохраняю только коробки комиконовские, также и Ever After High, то от этих кукол я, конечно, сохраняю все. Ну что ж, теперь давайте я ее откреплю от этой коробочки и оживим нашу вампиршу. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь перейдем к обзору самой красотки. Ну, как вы знаете, у меня есть динамитка с Уоки. Она очень тяжелая. И когда я выбрала эту куколку, я также прочитала от одного владельца такой куклы, что она очень легкая. На самом деле, когда я сравниваю свою с Уоки и эту, она очень легкая. Но это не мешает ей быть настолько красивой, насколько она есть. У этой куколки рост 30 сантиметров 7 миллиметров. То есть, она чуть выше барби. Такая же, в принципе, как у всех Integrity Toys 12 дюймов. Ее прекрасно бледная кожа. Глаза красного цвета смотрят в правую сторону очень загадочно. Темный готический макияж. Темная и светло-коричневая тень и черная подводка. Очень красивая форма бровей у нее. Также черного цвета. Леснички присутствуют только на верхнем веке. Как вы видите, они прошиты. Кроваво-красные губки. И видны ее зубки с клочками. У нее очень красивая утонченная форма лица. Мне нравится ее носик. Полностью ее овал лица. Действительно, мне нравятся такие вот куколки, люди. В ушах у нее есть сережки. На голове прошиты шикарного качества черные волосы. Но уложены в сложенную прическу, которую, естественно, я расплетать не буду. Все полностью волосы убраны спереди. Зализаны, можно так даже сказать. Сильно уложены лаком. Закручены в такую гульку, дульку, как ее там называют. Но, в принципе, выглядит очень красиво. И три прядки не спадают закрученными локонами. Почти достигая полиса. Очень красиво. Из украшений у этой красотки есть сережки с камушками черного цвета. И шикарнейшее кольцо, которое очень плотно держится на ее пальце. Выполнено из черного металла и черным камнем внутри. На руках и на ногах присутствует лак красного цвета. Шарниры есть как в кистях, локтевых суставах. Грудной шарнир есть и в коленных суставах. Одета она в потрясающий готический наряд. Это черное платье с красным корсетом, обшито черной сеткой. Корсет держится как на силиконовой основе под грудью, так и прозрачными тоненькими шлейками, которые идут за ее шею. Снимается платьица довольно-таки легко. Сзади идет молния. Юбка платья выполнена из двух слоев сетки. Черной и кроваво-красной. Причем она идет графированная, что держит саму юбочку. Эти две оборочки пришиты на одну черную сетку. Поверх него идет черная парча, но она очень тонкая. И выполнена она в виде таких ленточек по кругу, соединяющимися черной атласной лентой. Корсет и юбка платья сшиты между собой. Платье дополняет великолепный пиджак черного цвета, также из тонкой парчи, как и юбка. По бокам есть вставка из черной сетки. А вот рукава вверху и рукава возле кисти выполнены такими же ленточками, как и сама юбочка. Вверху под этими ленточками идет черная сетка. Как вы можете видеть, на левой ручке у нее есть такая эмблемка, можно так сказать, на серебристой резиночке. The Brides of Dracula. The Eastern Dark Gallery presents Couture Fantasy by Integrity Toys. То есть это то же, что и на коробке. Ну, как вы знаете, у всех кукол Integrity Toys есть вот такие вирочки на руку. Поппи Паркер своя, Поппи Паркер. Мои суоки своя, у этой своя. На ножках одеты великолепные черные колготки в сеточку. И на каждой из ножек шикарнейшие черные кожаные сапоги со шнуровкой на высоком каблучке. И если посмотреть на подошву, есть небольшое такое тиснение в виде реальной кожаной подошвы. И значок королевский Fashion Royalty. Это знак королевских кукол. Единственным таким аксессуаром, в принципе, можно считать как аксессуаром, как и частью одежды, является ее шляпка. Выполнена из плотного материала. Очень похожа на бархат. Обшита атласной лентой с красно-черными цветами. Очень красиво. Завязывается на черную атласную ленточку. Естественно, у каждой из кукол Fashion Royalty идут подставки. Подставки просто великолепны. Они очень редко ломаются. Я уже прям не знаю, что нужно делать, чтобы ее поломать. Кукла просто садится как на седло. Такое интересное. Низ подставки черного цвета. И написано... Переворачиваем. И есть тиснение 2012 года. Integrity Toys Incorporation. Сайт made in China. Ну, как вы знаете, даже все самые дорогие куклы. Те же БЖДшки. Производятся в Китае, в Корее и так далее. Штырек подставки идет прозрачный. Но что есть интересного? Эту подставку можно укорачивать другим способом. Вынимая вот эту палочку, потом вынимая вот эту штучку, которую я уже так посадила, что вытянуть уже не могу. И вставляя ее. Но под рост моей куклы она идеально подходит. Ничего ее укорачивать в принципе и не нужно. Ну что же, вот такая у меня вампирша дома поселилась. Очень мрачная, загадочная, сексуальная и просто потрясающая. Одна из лучших вампирш в Integrity Toys. С Миной мы будем с вами прощаться. Желать вам удачи, хорошего настроения, желаемых кукол и всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...